Привет, друзья! Вот и обещанный обзор на профессиональный выжигатель, который сделан, можно сказать, на заказ. Сделан он в Украине, в Днепропетровской области, мастером, который собирает их вручную. Сделан он как будто в заводском корпусе, но сделан очень качественно. И сейчас я расскажу о нем поподробнее. Итак, почему я выбрал этот выжигатель? И основной отличительной особенностью этого профессионального выжигателя от китайских профессиональных выжигателей или иных в этой ценовой категории является его сенсорное управление. Это абсолютно уникальная штука, и сейчас вы поймете почему. Ну, во-первых, сенсорное управление способно обезопасить ваш дом от пожара, особенно если этим выжигателем будут пользоваться маленькие дети, поскольку выжигатель сразу отключается после того, как вы отпустили ручку выжигателя. То есть, либо ручка свесилась со стола, упала, положили вы ручку на стол, в общем, нет руки на ручке, сенсорное управление автоматически отключает подачу питания на ручку. И ручка перестает нагреваться моментально, буквально через одну, максимум две секунды она уже отключена и остывает. Вот, ну, остывает громко сказано. На самом деле прибор действительно очень профессиональный и очень надежный. И в этом мне уже удалось убедиться, поскольку я делал им уже две работы. То есть, помимо того, что спустя больше часа работы ручка только чуть-чуть-чуть тепленькая становится, так и сам прибор, как заверил мастер, и его высокотоковая плата, и, в общем, корпус действительно остаются абсолютно холодными. То есть, я трогал корпус, якобы он до 12 часов может работать без остановки. Вот, мастер говорит, что оставлял его даже на сутки и в включенном состоянии, чтобы протестировать перегрев. И прибор очень хорошо себя зарекомендовал. Меня очень заинтриговали такие отзывы, и, конечно же, я решил сам все проверить. Вот, и действительно, я работал над одной работой, вот над тигром, например, два дня. И один из дней я работал там буквально часов шесть, наверное, с перерывами. Вот, но никакого нагрева я не ощутил. Сенсорное управление находится в полной гальванической развязке с элементами питания, и поэтому током точно не ударит. Вот, осуществляется оно в виде проволоки, намотанной на ручку. И эта ручка, вот, очень такая удобная, сделана как бы в форме, как будто бы маркера. Вот, это вот утолщение не дается скользнуть пальцем с ручки, дает как бы упор. Очень удобно ей работать. Вот, в отличие от ручек паяльникового типа, в которых из-за того, что эта часть очень широкая внизу, как бы рука устает, а тут такая легенькая ручечка. Плюс она очень надежно прикручена такими компьютерными соединениями к корпусу. Я немножко поджал болты, специально, чтобы, если ручка не отсоединяется от корпуса, не разбалтывается в прикрученном состоянии, что обеспечивает надежный контакт и невозможность того, что ручка перегорит, не из-за того, что контакт неплотный. Также тут есть режим принудительного включения, то есть каждая ручка работает независимо друг от друга. Когда вы выняли одну ручку, вот, из подставки она включается, затем вы повернули ее на место, взяли другую ручку с другой насадкой, допустим. Очень удобно, вы не теряете время на переставляние насадок. Вот, и так насадки, кстати, тоже крепятся очень удобно. В полоборота зажимаешь насадку, вот, отверточкой с каждой стороны, и все, она уже надежно закреплена. Итак, принудительный режим заключается в том, что ты можешь тумблер повернуть либо в левую сторону, либо в правую сторону, и в какую сторону переключен тумблер, та ручка и работает беспрерывно. То есть сенсорное управление в этом режиме отключено, и если вы даже положите ручку на стол или на подставку, выжигатель будет продолжать работать, пока вы не отключите тумблер или не отключите питание. Вот, поэтому это такой, ну, небезопасный режим, он может привести к перегреву прибора, к перегреву ручек. Вот, поскольку ни прибор, ни ручки не отключаются, и надо за этим следить, это пожароопасно. Для чего здесь этот режим? Этот режим здесь используется для того, чтобы, если, допустим, сломается сенсорное управление, чтобы прибором можно было пользоваться и в дальнейшем, в таком принудительном режиме. Вот, ну, как, в принципе, работают обычные выжигатели. Вот, ну, а дальше я вам покажу насадки. Кстати, забыл уточнить, еще мне очень нравится, что тут очень плавная регулировка температуры от 80 до 900 градусов. И, также, когда ты берешь ручку или в руки, и она автоматически включается, вот, загорается красная лампочка. Когда ты ставишь ручку на место, красная лампочка отключается в принудительном же режиме, она горит постоянно, и ты понимаешь, что ручка продолжает работать. Вот. Также, все время, пока включен прибор, загорится зеленая лампочка. Вот. Вроде бы все рассказал. Итак, посмотрим насадки. В комплекте, помимо самого прибора и двух ручек, идут пять видов перьев. Это простое пищае перо, ретушер круглый малый, треугольное острое перо, ретушер круглый большой, и косое острое перо, так называемый нож. Про эти перья я расскажу подробнее уже в другом видео, так как не хочу сильно растягивать видео. Скажу лишь, что двумя ручками одновременно очень удобно работать, так как в одну ручку ты ставишь одно перо, в другую ручку ты ставишь другое перо, и не надо тратить время на то, чтобы менять перья в одной ручке по десять раз. Вот, плюс два регулятора позволяют настроить идеальную температуру для каждого пера отдельно. Плюс, как я уже сказал, тут идет очень плавная регулировка, то есть настроить можно очень точно. Идеально выжигатель работает, когда перо такого, знаете, не прям ярко-красного, а такого чуть-чуть бордого, чуть-чуть вишневого цвета, то есть ты видишь, что оно уже начало нагреваться, но еще не сильно раскалено. Вот в таком положении оно наиболее эффективно выжигает, не прожигает дерево, и в то же время позволяет обеспечить большую скорость выжигания. Вот, достаточно. А так как форма у перьев разная, соответственно, каждому перу надо разная температура для выжигания. Так, пища перо нагревается быстрее, ему можно меньше температуру. Вот, а для, допустим, пера ретушера, который я поставил во вторую ручку, нужна температура побольше. Вот, так как оно плоскостью больше соприкасается и быстрее остывает при работе. Ну, и давайте попробуем немного повыжигать. Два моих полных видео с выжиганием вы сможете увидеть по ссылочке, там, где выжигают тигра и розу. Вот, и, собственно, еще более подробно в конце можете посмотреть инструкцию. Мастер заморочился, сделал инструкцию на листе А4 с двух сторон с подробными указаниями и описаниями процесса выжигания и техники безопасности, а также как заменять перья. И вот, ну, и тому подобное. Вот, поставите на паузу, посмотрите. Вот, в общем, рекомендую. Прибор вещь. Уверен, помимо прочих характеристик, вас также волнует и вопрос цены. Так вот, я заплатил за этот выжигатель 2400 гривен или 6500 рублей. Да, деньги не маленькие. Я долго думал, брать, не брать, так как для меня тоже очень важен вопрос цены. Но, как мы знаем, за хорошие вещи нужно платить. Из аналогов на рынке были только китайские выжигатели на две ручки. Реально ждать их с Алиэкспресс месяц или два не очень прикольно. Плюс я видел на фотографиях, людям они приходили в рваных коробках, а выжигатель это техника хрупкая. Ну, сами понимаете, это как игра в рулетку. Очень не хотелось рисковать. Но заказывать выжигатель на заказ, самодельный, в общем, с другого города, ну, дошел за два дня, да. Но я тоже боялся. Но, тем не менее, продавец заверил, что все будет хорошо. Во-первых, он дает гарантию на прибор в год, если что, отправка за его счет на ремонт. Также, помимо годичной гарантии, еще три месяца гарантия отдельно на ручки для выжигателя, так как это расходный материал. То есть, кабель ручки может переломиться, резьба на ручке может слизаться, там, где перо вставляется. И, собственно, может сломаться само крепление к выжигателю. Там тоже может резьба слизаться на шурупчиках, либо само сенсорное управление на ручке может повредиться. В общем, куча таких моментов. Поэтому ручку можно докупить и после трех гарантийных месяцев отдельно за 150 гривен. Это меня вполне устроило. Вот, к тому же перья... Единственное, что я думаю, я буду докупать это перья. Вот, я заказал с Китая еще набор перьев. Посмотрим, как они по качеству. Перья же, что шли в комплекте, идут из нихромовой нити. Вот, еще советского качества. Советский нихром X20H80. И этот нихром сейчас реально бывает сложно достать. Но, тем не менее, я видел, продают на OLX, на других таких платформах. Вот. И из него можно наклепать себе еще будет перью, если что. Толщина данной нихромовой проволоки должна быть 0,6 мм. Если проволока будет толще, приборы и ручка будут быстрее нагреваться. Также я забыл упомянуть, что этот прибор отлично подходит не только для профессиональных занятий выжиганием, но и для профессиональных занятий гальшированием. Да-да, я тоже не знал, что это такое. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Не забывайте подписываться и ставить лайки. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok